Пиво официально признали алкоголем. Где будут продавать пенный напиток и в каких местах запретят пить? Как живут калининградские дети-инвалиды? Их родители решили обсудить насущные проблемы с главой города. В доноры идут и собаки. Как братья наши меньшие помогают друг другу в беде? Пиво приравняли к алкоголю. Соответствующий закон президент России Дмитрий Медведев подписал в среду. Теперь его нельзя будет продавать в ларьках и палатках и нельзя будет пить в городских парках. Продавать любой алкоголь в розницу смогут только организации. Индивидуальные предприниматели могут выставить на прилавок до 1 января 2013 года только пиво, содержание спирта, в котором не более 5%. С июля 2012 алкоголем будет считаться любой напиток с содержанием спирта от 0,5%. Но правительство, в свою очередь, составит список исключений. В него должны попасть кефир и квас. Новый закон об ужесточении правил лицензирования производства и продажи алкогольной продукции принесет большую прибыль торговым сетям. А около 600 точек розничной торговли в Калининграде могут стать нерентабельными. Примерно 70-80% прибыли идет от продажи именно алкоголя. В Россию везут овощи из Польши. В среду главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко снял запрет на ввоз продуктов из этой страны. По его словам, важную роль в этом решении сыграло то, что, по официальным данным из Евросоюза, за последние сутки в Европе не зарегистрировано ни одного случая заболевания кишечной инфекцией. Теперь каждая партия овощей из Польши будет подвергаться лабораторным исследованиям. Окончательно Роспотребнадзор снимет запрет на ввоз заграничных овощей только тогда, когда будет найден источник инфекции и озвучены меры, предотвращающие попадание зараженной продукции на прилавке. Среда одна, а условия для жизни разные. Ребята из Ассоциации молодых инвалидов АППОРЭЛЬ побывали в гостях в зоопарке. Пока дети узнавали, где живет дикобраз и какая шкурка у змеи, родители встречались с главой города. В последний раз такая встреча произошла в канун выборов, и за это время главных проблем решить так и не удалось. В городе по-прежнему не хватает пандусов, а на социальном такси в гости не съездишь. Куда обращаться за помощью и когда ситуация изменится? Смотрите в нашем следующем сюжете. Мы одеваемся одежду сверху, а животным приходится приспосабливаться к среде обитания, и соответственно у каждого свои одежки. На ее уроках природы скучно детям никогда не бывает. Методист со стажем Людмила Федорянская знает, как увлечь даже тех, кто природой совсем не увлекается. Где они могут вот так вот пощупать действительно животное в дикой природе? Всегда хочется, ну вот как мне кажется, что ребенка погладить, пощупать. Ну вот медведя видишь, кажется, ой такой он вот мягкий, кажется такой, да? А на самом деле вот щупают, что он другой. У дикообраза колючий, у верблюда пушистая, у змеи шелковистая. Пока ребята совершали виртуальный экскурс в дикую природу, в соседней реальности обсуждали, как такие походы устраивать чаще. Условия нашей городской среды не приспособлены для них совсем. Все хорошо, автобус переехал, я дождался, да, ждал недолго. А оказалось, что у него подъемник не работает. Товарищ, оказывается, попал вчера в аварию, и на этом все у него закончилось. Автобус был на маршруте единственный, да. Я, например, тоже, вот я сажусь в автобус, я слепой, а всталки не объявляют, радио орет, я даже никого не могу попросить. Мне не слышно, мне не слышно, да, сколько раз мы уже об этом говорили. Говорили про разбитые калининградские дороги, про то, что пандусов панически не хватает, и биотуалетов для людей в инвалидных колясках. Дефицит последнего автоматом лишает возможности посещать общегородские праздники. Хочется, чтобы побольше о них помнили, чтобы не забывали про них, чтобы они тоже участвовали, как и здоровые дети, может, в каких-то фестивалях, может, в каких-то играх, еще где-нибудь, вот, чтобы вот тоже, может, какие-то оздоровительные лагеря это были. Сегодня решили, что и такие уроки природы можно и нужно устраивать чаще. На первом занятии твердую пятерку получил Вова Миронов. Оказалось, что его любимая настольная книга – Клининградский зоопарк. Я двукратный призер конкурса «Энтарное пиро» и дипломант 2-го международного фестиваля творческих способностей людей с ограниченной возможностью здоровья в номинации «Кудойственное слово». На встрече выяснилось, что многие родители даже не знают, куда обращаться за помощью со своими проблемами. Телефон комитета социальной поддержки 92-3703. Глава города пообещал и заверил, что тоже будет помогать. Мы здесь и посидели, отдохнули немножко. Сейчас дальше пойдем какие-то другие. Когда сами идешь, естественно, с гом-бегом все. Тут они с детишками повстречались со своими. Молодцы. Следующую встречу назначили на осень, чтобы проверить, выполняются ли пункты из этого обращения. И самый первый в нем, чтобы подростки и молодежь с инвалидностью чаще посещали разные места отдыха – кинотеатры, цирк, аттракционы и зоопарк. Я вам хочу показать, какой длинный язык у жирака. Мария Постникова, Виктор Буздин. Служба новостей «Город». Большинство россиян согласны уехать из страны навсегда. По данным соцопроса, чаще всего покинуть пределы родины хотят с целью получения образования или новой работы за границей. Реже всего встречаются факты эмиграции по политическим соображениям. Самая популярная среди россиян страна эмиграции – Германия. Она географически ближе. А насколько устойчива ее экономика, показал последний кризис. Второе место занимает США. В первую десятку также вошли Франция, Великобритания, Канада, Италия, Испания, а также Австралия и Израиль. Сколько россиян сейчас проживает за границей, сказать сложно. По официальной статистике, в среднем число жителей страны каждый год уменьшается на 700 тысяч человек. Что думают по этому поводу населения самого западного региона и хотели бы они уехать из России? Да вы что? Я уже за границей нахожусь. За двумя границей, мужик. Куда еще за границей? Молодежь пусть едет куда хочет, когда хочет и насколько хочет. Если кому-то здесь не нравится, ну что, значит не нравится. Значит где-то есть чего-то лучшее. Знаете, мне бы хотелось уехать куда-нибудь за границу, например, в Канаду, потому что там условия лучше для жизни. И мне так кажется и зарплата, и все остальное. Поэтому я бы и уехал. Ну там, наверное, законы более демократичные, как говорится, для больше, для населения. У нас, конечно, с законами не очень все хорошо, скажем прямо. Может быть, в Литву так немного пожить, но я не знаю, так меня устраивает здесь. Сложно ответить, но, наверное, нет. Уехать бы в другую страну нет. Проблематично из-за языкового барьера. Если бы знала язык с удовольствием. На экскурсию можно в отпуск, а так нет. Россия впереди всех. Я индийский гражданство еще. Поэтому я живу здесь, а мне так сказали, что вы где живете, надо радоваться и сказать, что нормально. Ведь у меня вот есть подруги, которые сейчас за границей. Вот два раза в год одна приезжает. И она говорит, такая тоска, такая ностальгия. Тем, кто уже успел покинуть пределы страны, могут помочь приехать обратно. С 2006 года в России действует программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. За несколько лет вернулось чуть более 20 тысяч россиян. Стань донором, и твоя кровь спасет чью-то жизнь. Это не только человеческий девиз. Теперь донорами становятся и животные. Каждый день в Калининграде десяткам четвероногих требуется переливание крови. Как спасают жизни наших питомцев, узнавала наш корреспондент Татьяна Караханова. Деничка, Денюшка, Деничка. Удевайте. После переливания прошло уже три часа. Девятимесячный малыш Дени пока чувствует себя неважно, но главное – его жизнь вне опасности. Щенок Ширкшнауцера проглотил пластмассовую капсулу. Чтобы достать инородное тело, пришлось разрезать желудок. Операция прошла, казалось бы, успешно, но через пару часов Дени срочно потребовалось переливание крови. У него не работали собственные тромбоциты, у него не сворачивалась кровь. А поскольку мы делали операционный разрез, то есть кровь лилась везде, отовсюду, и собака погибла. Пятимесячный щенок по кличке Жужа появился в клинике через месяц после рождения. Тогда врачи думали, собака не выживет. Сотрудники ветклиники и волонтеры сделали все, чтобы спасти ее жизнь. Приехали к нам в клинику мужчины, которые подобрали собаку сбитую. По-моему, это случилось в районе Московского проспекта. У нее были переломы. Мы оставили у себя. Какую-то часть денег мужчины оплатили, а все остальное взяли девочки на себя из приюта. Собаке сделали операцию, ее пробистогонили, дважды привили. И сейчас она прекрасно себя чувствует. Для Дени подошла именно кровь Жужи. Она первый раз стала донором собакой. Переливание сделали и уже через несколько часов ситуация изменилась. Дени стала лучше. К вечеру его состояние стабилизировалось. Температура с 36 поднялась до 38. Он стал как-то оживать. Ему стало лучше, давление поднялось. Ну а сегодня он нас встретил уже утром, виляя хвостиком. И в общем-то все хорошо. После переливания для Жужи полноценный обед. Добавили побольше мяса и печени. На эмоциональном состоянии щенка процедура никак не отразилась. Хотя процесс для животного не самый приятный. Абсолютно никаких последствий. Она уже через пару минут после этого бегала, прыгала, играла. И, к сожалению, успокоить ее очень тяжело. И поэтому мы решили, что просто усиленно ее покормили. И все, никаких ограничений. Почечная недостаточность, онкологические заболевания и потеря крови при травмах. Каждую неделю на операционном столе оказываются как минимум 2-3 четвероногих пациента. Для каждого поиск донора – как вопрос жизни и смерти. Еще несколько лет назад половина пациентов могли погибнуть. С донорством было сложнее. Было сложнее найти это через каких-то своих знакомых. И причем искали сами владельцы. То есть мы говорим, что собаке требуется переливание крови, ищут все доноры. Они ищут. Сейчас такой потребности нет. Ветеринары сами звонят в приют для животных и ищут доноров там. Недавно в Калининграде появился банк донорской крови для животных. Если вы хотите, чтобы ваш питомец помог спасти чудо-жизнь, надо оставить свои координаты в любой вид клиники города. Татьяна Караханова, Денис Черюха, служба новостей «Город». Смотрите во второй части нашего выпуска после короткой рекламы. В туристской рекреационной зоне быть. Возможно, совсем скоро на Курской косе отремонтируют дороги и построят парковки. Купаться запрещено. Дикие пляжи Балтийского моря не подготовлены для отдыха. Еще один альбом. В честь своего дня рождения калининградский певец и композитор презентовал вторую часть сборника. Вы смотрите службу новостей «Город». Мы продолжаем. На Курской косе все-таки будут создавать туристско-рекреационную зону. Во вторник в Москве обсудили проблемы ее развития. Николай Цуканов попросил зампредседателя правительства России Дмитрия Казака поддержать проект и помочь в решении вопросов. Губернатор области в своем докладе отметил, что закрытие проекта может серьезно повлиять не только на развитие самой косы, но и на туризм в регионе в целом. С 2007 года было остановлено развитие туристско-рекреационной зоны на территории заповедника. Затормозили проект несогласованность с Министерством природы планировки территории и незаинтересованность со стороны руководства национального парка. Кроме того, на Курской косе слабая инженерно-коммунальная инфраструктура. Например, в поселках до сих пор разбитые дороги и нет мест для парковки автомобилей. В региональном правительстве готовы искать инвесторов. В ближайшее время специальная комиссия проверит, что уже сделано по проекту. В Зеленоградском районе продолжат создавать туристическую зону. Следующее совещание по этому вопросу проведут в середине сентября в Москве. У калининградских полицейских появился новый начальник, а ГИМС запрещает купаться на диких пляжах Балтийского моря. Об этом и не только. Смотрите в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Купаться в море запрещено. По заявлению заместителя начальника государственной инспекции по маломерным судам, Сергея Туганова на побережье не хватает спасательных постов. Запрет касается диких пляжей в Балтийском районе. Всего в регионе для купания закрыты 160 пляжей. Николай Волков назначен начальником калининградской полиции. Он родился в 1956 году. За 28 лет прошел путь от начальника отдела кадров до начальника административного департамента МВД России. Будучи в новой должности, Волков уже провел совещание с личным составом у МВД области. Параллельно он исполняет обязанности начальника управления МВД России по нашей области. В интернет-изданиях появилась информация о кишечной инфекции в Балтийском артеке. В среду на резкую боль в животе пожаловались 5 человек. Врачи выявили признаки пищевого отравления. Участники смены признаются, что организация питания в лагере оставляет желать лучшего. Однако наличие кишечной инфекции на территории пока не подтверждается. Напомним, в этом году область потратила на лагерь 17 миллионов рублей. 16 тысяч свиней разместили в Гусевском районе. Новый свинокомплекс занял 8 гектаров земли, но для его обслуживания требуется всего 40 человек. Высокий уровень автоматизации производства в день открытия оценил лично губернатор Николай Цуканов. Специалисты уверены, благодаря появлению нового комплекса цена на мясо не скоро превысит 150 рублей за килограмм. Гентарный пляж может уйти в историю. В этом году фестиваль посетило на тысячу человек меньше, чем планировали организаторы. В мероприятие они вложили 2,5 миллиона рублей. Если правительство так и не внесет свою лепту, то в следующем году фестиваля не будет. Курсы валют на 21 июля. Доллар США 28 рублей 5 копеек, евро 39 рублей 73 копеек, литовский лид 11 рублей 51 копеек, польский злотый 9 рублей 90 копеек. У футбольного клуба «Балтика» новый тренер. В среду на заседании Совета директоров приняли окончательное решение. На должность назначили Евгения Перевертаева. В Калининграде он будет уже в четверг. До этого Перевертаев работал старшим тренером команды Нижнего Новгорода. Исполняющий обязанности главного тренера Александра Горбачев вновь назначен старшим тренером. Также в тренерский штаб привлекли Максима Низовцева. Напомним, ранее он сам играл за «Балтику», а потом начал тренировать молодежь. Сейчас для нормальной работы клуб ищет деньги. Нужно погасить большой долг. В составе команды произойдут изменения. Уже подписан контракт с бразильцем Эдуардо, подготовлен список молодых калининградских футболистов. Покинет «Балтику» Любомир Кантонистов. Также над этим думают Азамат Ганежуков и Станислав Резников. Не против возвращения в команду Виталий Тимофеев. Первый матч второго круга состоится 9 августа с красноярским Енисеем. Каждый год по альбому. Успешный калининградский певец и композитор презентовал своим друзьям вторую часть сборника – дуэты. В альбоме только лучшие его песни в сотрудничестве с популярными исполнителями, такими как Доминик Джокер, группы Джани Радари и Чили. О том, как развивается калининградский шоу-бизнес, смотрите в нашем следующем сюжете без комментариев. Раз в год я выпускаю сборники, чтобы поддерживать тонус. То есть зрителю что-то надо новое, но раз в год альбомы выпускать я и не могу, и так совершенно невозможно. Поэтому я подкидываю ранее не издававшиеся вещи или творчество с другими артистами, так как мне очень много предложений о совместных песнях. Вот как у нас с вами была работа «В колени гради, снова суббота». Я думаю, кстати, в зимний дуэт взять этот трек. «Чувствуй меня животом, когда мы на реку, чувствуй меня животом, когда мы рядом легко нам, когда мы рядом легко нам, когда мы рядом легко нам». Этим летом всем советую в августе послушать трек с Домиником Джокером, наконец-то. Очень яркий дуэт, у нас с ним в один день день рождения. Также с Джанни Радари группа, которая сделала саундтрек в самый лучший фильм. С группой «Чили». Сегодня презентация его сборника «Дуэт 2». Это уже второй сборник, второй год подряд он выходит. В том году он выходил зимой. И Арик на самом деле мой очень хороший друг. Мы с ним и дружим, и сотрудничаем, и совмещаем все вместе, занимаемся одним общим делом. Большого ему кино, большой музыки, успехов и всего самого лучшего. И в завершении выпуска наш традиционный опрос. Ваши хорошие новости. Я получаю удовольствие от жизни. Ну, как бы, вчера был очень хороший день, я гулял, общался с девушкой, было очень приятно. Почка закончила первый курс института, все прекрасно, очень замечательно. Лето, все прекрасно, все хорошо, отдыхаем. «Я поехала на Мальк. Мне там очень понравилось, там очень красивое море, там очень все прикольно, там такие большие детские площадки, там в магазинах одежда очень много, и она дешевая». «Отлично у меня все. В отпуске. Новая работа. Хорошая новость». «Сегодня офигительный просто день, у меня классное настроение, вообще позитивное, офигенное. Я сегодня познакомился со многими красивыми, очаровательными девушками, мне вот реально очень заряжают эмоциями. И реально отдыхать это классно. И погода налаживается, все супер. В общем, сегодня в моей жизни реально очень позитивный день, классный». «Я сегодня выспалась. Да, я тоже выспалась, наконец-то. Ну, хороший день. Солнышко выглянуло, да, это радует, на самом деле. Я в конец, скоро день ВДВ, я выступаю. Ребята вчера пригласили меня, я пишу, буду выступать». На сегодня это все. Если вы стали свидетелем какого-либо события, звоните в редакцию «Служба новостей. Город» по телефону 91-94-04. В студии был Денис Тугалуков. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова